ПРЕВИТОС АМИГОС В зависимости от дня недели и времени суток. Итого, в очереди приходится постоять от 3 до 5 минут, иногда даже больше. Обусловлено это не то, чтобы тем, что все пипец как хотят поиграть на САУ, как это было у артоводов World of Tanks, которые раздавали там ваншоты и наносили дикий дамаг, а скорее тем, что на САУ открывается оборудование точности, которое можно устанавливать на танки. Например, на САУ М109 можно прокачать магнитный привод, который повышает урон и время прицеливания, а на Гвоздике, которую я только что купил, еще ее не прокачивал, открываются стабилизаторы. Время перезарядки и время прицеливания, то есть очень полезные гаджеты, и на другой технике их просто не открыть. Кроме того, открываются командиры танка, что, кстати, немножко странно. На Забугорной М103 открывается командир Оксана Руденко из Украины, как написано в ее личном деле, а на отечественной Гвоздике командир Хуан Карлос Мирамон. Что-то как-то подозрительно не находите. В общем, какую стату я имею на арте, хотя я не артовод, и никогда артоводом в World of Tanks не был. У меня там всего одна арта, вкачанная немецкая, мне не очень-то это понравилось. Значит, здесь, на арте, я имею следующие показания. Ну, процент побед, понятно, не от меня зависит. Урон 78%, эффективность и результативность 66%. Средний урон за бой 1543. Это средний урон. Значит, в чем тема видео? Дело в том, что, заходя в бой на арте, люди стоят в очереди по 5 минут, а по итогам боя наносят какой-то смешной дамаг. Где-то урона 300, 500, там 1000 в лучшем случае. Так дело не пойдет, так дело не годится. Это видео-гайд для самых чайников. Я покажу вам, как набивать около 2000 дамага за бой. То есть, это не сверхъестественный гайд. Ничего я вам тут супернового не покажу, ничего супернового вы не узнаете. Если вас где-то научат набивать по 5000 за бой, пожалуйста, смотрите его. Мой лимит вот примерно такой. То есть, это курс на самой первой арте, до самых чайников. У нее нет световых снарядов, поэтому, как ими пользоваться, я вам не расскажу. Это будет уже в продвинутом курсе, когда я сам себе эту арту вкачаю. А пока что чисто как хотя бы научиться дамажить на арт САУ. Значит, во-первых, по поводу того, что некоторая арта боится вражескую арту. Вот сейчас чувак какой-то предложил в начале мир. То есть, бывает так, что в бою две арты договариваются не стрелять друг по другу. Что, по сути, полный бред. Во-первых, это гребаный детский сад. Во-вторых, арта не угрожает другой арте вообще никак, если у нее есть хоть какой-то минимальный мозг в голове и более-менее прямые руки. Значит, чтобы не попасть под огонь вражеской арты, обязательно после выстрела нужно перемещаться. Перемещаться как? Ни в коем случае не по прямой и не с одной скоростью. Так вас вычислят и точно вам всадят снаряд. Обязательно поворачивайте, изменяйте траекторию, изменяйте скорость движения. Например, крайне эффективный способ. После выстрела начинаете откатываться назад, имитируя примитивность мышления. Видите на миникарте индикатор выстрела вражеской артиллерии. Делайте предположение, что она стреляет по вам, врубаете скорость и едете вперед и в сторону. Таким образом вы обезопасите себя от снаряда, который, возможно, был выпущен по вам на упреждение, и от снаряда, который, возможно, был выпущен по вам по индикатору на миникарте. Способ следующий чуть менее надежный. После выстрела, во время движения, выходите из артиллерийского прицела и мониторите небо. Если вражеская арта выстрелила по вам, в небе вы увидите летящий снаряд. Можно на глаз прикинуть его траекторию и внести соответствующие поправки в траекторию своего движения. Вовсе незачем продолжать пялиться на то место, куда вы выстрелили из своей арты. Информацию о том, попали вы или нет, и сколько вы нанесли дамага, вам и так напишут. Благо, что в этой игре ни на какие модули, ни на какие перки для этого не нужны. Также можно просчитывать места, в которые встанет вражеская арта. Например, сейчас она будет стоять на краю обрыва, потому что падая с него она засыт, ехать назад она не станет, ибо она только что оттуда отъехала. Вот за эту предсказуемость только что получила плюху. А сейчас нетрудно догадаться, что она упрется с задницей либо в стену, либо в антенну. Стреляем, снова попадание. Интересно, не она ли в начале мир-то предлагала? Крайне эффективно после выстрела отъезжать по круговой траектории. Она просчитывается более сложно, чем траектория прямая. Есть любители встать на САУ за каким-нибудь домом, выезжать из-за угла, делать выстрел, заезжать обратно. Более-менее умный артовод посчитает примерно время вашей перезарядки и подкараулит вас снарядом именно на углу этого здания, куда вы как раз аккурат в это время выйдете для того, чтобы дать свою плюху. Поэтому, на мой взгляд, безопаснее стоять в чистом поле, где нету никаких заборов, столбиков, кустиков, которые бы приминались при вашей езде, выдавая вашу позицию. Вот посмотрите, сколько я стреляю, до сих пор по мне еще никто ни разу не попал. Кроме того, провоцируя вражескую артиллерию стрелять по вам, вы на какое-то время обезопасите от ее огня свою команду, ведь она будет уделять все внимание и все снаряды исключительно вашей заднице. Поэтому очень эффективно в начале боя кидануть плюху по вражеской арте, дабы у нее активизировалось реваншистское настроение, а она страстно захотела втащить вам в ответ. Однако, в свою очередь, вам тратить время на настойчивую охоту за вражеской артой я не советую ни в коем случае, потому что именно такие люди в итоге нихрена не набивают дамага. Высматривайте лучше вражеские танки, зазевавшиеся, не вставшие за укрытие на миникарте. По миникарте перемещайтесь исключительно через контрол. Контрол и нажатие мышкой на миникарту перемещает ваш экран в нужный вам квадрат. Пытаться находить врагов, елозя мышкой по карте, крайне неэффективное занятие, потому что в режиме прицела, глядя на миникарту, это очень дезориентирует. И непонятно, в какую сторону нужно двигать экран, чтобы навести его на квадрат, в котором находятся враги, поэтому смотрите на миникарту. Как только видите, что где-то с вашими союзниками перестреливаются вражеские танки, нажимаете контрол, кликайте туда и смотрите, можете ли вы чем-то помочь своим союзникам или нет. Значит, куда вставать на арте? Вставать на арте нужно так, чтобы вот эта линия, которая у вас есть на миникарте, свободно доставала до тех мест, на которых в основном появляются чаще всего враги. Такие места вы запомните со временем, если еще этого не сделали. То есть, куда вы едете каждый бой на своем танке, туда и старайтесь целиться на арте в следующем бою, когда будете на ней. Собственно, карт в игре пока не так и много, запомнить, кто куда едет, не так уж и сложно. Кстати, вот эта линия огня на миникарте вместе с кругами обзора, это то, что в World of Tanks было шикарным модом, учитесь этим пользоваться. С помощью линии огня, которая на миникарте покраснеет, если вы куда-то не сможете закинуть снаряд, вы сможете определить, в каком именно месте и что препятствует вашей стрельбе. То есть, допустим, в центре карты торчит какой-нибудь небоскреб и вам мешает стрелять. Вы на миникарту взгляд бросили, увидели, что ваш снаряд попадает в этот небоскреб, чуть-чуть в сторону отъехали, линия огня снова стала голубая, ура, вы можете стрелять. Старайтесь хоть немного анализировать ситуацию. Например, сейчас было очевидно, что машина замедлится, преодолевая преграду. Самое время, чтобы кинуть туда плюху. Нанося урон сплэшем при каждом выстреле, в конце боя вы уверенно выйдете к показателю в районе 2000 дамага. Насчет дымовых снарядов. Их можно использовать в командной игре, когда вы играете с друзьями во взводе, и у вас есть связь по скайпу или какой-то аналогичной программе, чтобы друг сказал вам, что нужно помочь ему дымом, и вы кинули дым. Либо пишите в чат своим союзникам в начале боя, что если им нужна дымовая завеса, пусть пишут и блинкают по миникарте. Дело в том, что дымовая завеса это палка о двух концах. Она не только скрывает ваших союзников от врагов, но и врагов от ваших союзников. Вы можете неверно понять ситуацию, кинуть куда-то дым, и окажется, что вы помешали кому-то нацеливать птур, нежели кого-то спасли от вражеского огня. Поверьте, союзники в такой ситуации ваши благие намерения совсем не оценят. Тут же польется говно на водяную мельницу. Собственно, практически у всех машин в игре есть свои собственные дымовые завесы. Исключение составляют ранние БМД, БМП, ББМ, а также советские танки. Так что лично я дымовые снаряды использую только в той ситуации, когда нужно сдриснуть, когда враги прорвали оборону, и вас вот-вот засветят, либо уже обнаружили. Тогда я начинаю стрелять дымовыми снарядами себе под гусеницы, либо немного впереди, дабы дым скрыл меня от преследователей, и они не нашмаляли мне в спину прямой наводкой. Не важно, что ваша арта демаскируется при выстреле дымовыми снарядами на миникарте. Кстати, вот этого я точно не знаю. Определяется ли позиция вашей артиллерии при выстреле дымом? Ну, логично, что да. Какая разница, чем она стреляет? В любом случае, не важно, что вас увидит вражеская арта. Гораздо большую опасность представляют враги, которые к вам приблизились на расстояние прямой видимости. Поэтому я завешиваю свои пути отхода как следует дымом. Не знаю, насколько это эффективно, но меня, по крайней мере, это уже несколько раз спасало. То есть враги стреляли мне вслед, но промахивались из-за того, что теряли меня из виду в дыму. В заключении этого краткого курса молодого артовода, что я хочу сказать. В игре на САУ игроки из World of Tanks намного опытнее игроков из War Thunder. А они здесь есть, как бы не хотелось некоторым любителям гайджинам в это верить. Ну и, конечно, намного опытнее игроков из доты, потому что кто угодно опытнее игроков из доты. Однако на форуме уже активно форсятся такие темы, как «Давайте апнем арте дамаг, ведь исторически арта это очень мощная вещь». Или там «Давайте уберем из игры обнаружение арты после выстрела». И я прям чувствую, что вайнят по этому поводу именно игроки из World of Tanks. Они там на арте наигрались, либо у них что-то не получилось, и они пришли ныть теперь по поводу арты сюда. В противовес им вайнят игроки на ОБТ, либо Птуроводы, про то, что «Нужна ли арта вообще в ПВП? Давайте оставим ее только в ПВЕ». Люди, точите руки и оставьте арт-саву в покое. В этой игре, поверьте, она прекрасна. Заявляю это как человек, наполучавший тысячи ваншотов от арты на заре расцвета картошкиных танков. Ну и вот, собственно, итоги последнего боя. Я нанес 2270 урона, и я нахожусь на втором месте по дамагу в нашей команде. А вторая арт-саву из нашей команды нанесла сумасшедшую цифру – 322 дамага. На вражескую арту равняться не стоит, потому что мы были с ней в разных условиях. Возможно, наша команда просто лезла под ее снаряды сама. Надо сравнивать именно со своим однокомандником. Вот вам еще один бой для примера, ну а дальше традиционно рандомный бой с комментариями. Вот на этой карте у артоводов частенько возникают большие проблемы. Ну как большие проблемы? Они нихрена не набивают. Регулярно я вижу, как арта вообще с нулем здесь сливается. Не знают, куда встать, не знают, куда стрелять. Пытаются стрелять вот здесь, по линии B. По прямой, то есть туда закидывать. Но чем плохо туда стрелять, тем что оттуда мало кто высовывается. Они стоят на, вот на этом квадрате на C9 в основном. И поэтому, ну туда арта не может закинуть. Они практически не высовываются. Поэтому я всегда отъезжаю здесь, чтобы закидывать на квадрат J5. Я думаю, что мой бандикам, скорее всего, курсор не запишет здесь. Ну да ладно. Видно, что вот они мигают квадратики. Так что, да, я еще и озвучиваю. Вот, надо встать где-нибудь здесь за вот этой БМД. Ну, я постоянно даже на танке агитирую всех ездить здесь, не ездить сверху. Сверху постоянно сливы. Кто сверху едет, те и сливаются. Потому что здесь такая политика обнаружения. Ничего с этим не поделаешь. Вот мы доехали. Значит, сразу Ctrl нажимаем. Побыстренько мы сюда навели. Сводимся. И тут жирный-жирный танчик, который никуда уже отсюда не денется. Бамс. 182 урона. Но это сплэш. По вот этому Starship очень хорошо прямой наводкой попадать. Он огромный. Дамаг по нему заходит очень хорошо. Но не всегда есть возможность влепить ему по прямой. Стреляем в 40-го. Сплэш. Еще 256 дамаг в копилку. Уже бой только начался. 438 дамаг уже не стрелял. Но это одно прямое попадание танка. Т-64, наверное, где-то около того набивает. 350 у него там в средненьком дамаг. Сейчас он попытается выехать, дать плюху. А он, походу, любит выезжать, давать плюхи. Но нет, сейчас он, конечно, будет немножко сикать это делать. Потому что ему уже плюху в ответку втащили. Так, сюда мы закидывать не можем. Сюда не можем. Сюда. Если вот сюда. Но тут никто ничего не светит. Арта, значит, свистит. Самое время проверить, как там у вражеской арты дела. Ни хрена не видно. Вот она, дерево свалило. Значит, он где-то здесь сейчас вполне возможно стоит. Вот она выстрелила. Отъезжает назад. Делаем поправочку. Стреляем. Едрись, мадрись. 151 дамаг. Но это мало. Слишком много поправку сделала. Она была поменьше. Она не так быстро отъезжала, как я думал. Так, М60 мой родной появился снова на горизонте. Едет, 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 едет. Молодец. Давай, бамс. Ах, сука, там кочка. А ее не видно было. Она его затормозила, поэтому... Сука, он не успел под снаряд заехать чуть-чуть. А вот здесь вот это вот нехорошо, что пропускают по центру, еб твою медь. Это кто, арта? Нет, это обнаружили. А может, арта? А, все понятно. Команду опять сам Господь по всему дну собирал. Они ничего не могут. Ни одну щель не могут заткнуть. Шеридан. В Шеридан попасть вообще отлично. Он алюминиевый. Прямой наводкой в него хорошо заходит. Но сейчас почему-то только 225 дамага, как я вижу, смог втащить. Не очень, не очень круто. Что, кто еще? Где? В кого? В кого можно? Ну, счет опять наш. Проигрываю 14-10. Ничего не поделаешь. Сплошные негодяи. Операция по пересадке рук бы всем замутить. Так, ну, уже 1000 дамаг накидано. Надо еще 1000 хотя бы перед смертью успеть накидать. Сейчас. Сводимся, сводимся. Вон 54-ка едет. Коцнутая неплохо. Стреляем ей на ход. Блядь. Перелетела. Из-за дерева не видно было, где она там ездит. Не, ну это борода. А наша команда отступила. Нас сейчас тут окружат. И разберут окончательно. Ничего уже с этим не поделаешь. О, как враги встали. Вообще идеально. Молодцы. В кучу давай. О, хорошо зашла. Вот это вообще 654 дамага за один выстрел. Привез себе в копилочь. Так, пока там наш танк последний держится. Сейчас еще раз он должен перезарядиться. Все, он пал. 224 прямой наводкой. Но это борода. Все, начинаем сваливать отсюда. Дымовой завях. Хуй. Все, это было поздно делать. Ну, смотри. 1888 урона. Посмотрим, сколько наша вторая арта сумела сделать. Ну, вот смотрим. Мы в одинаковых условиях воевали. Я накидал 1888 урона. Кстати, в команде по урону я первый. Вторая наша арта накидала только 585 дамага. При этом мы воевали в одной команде против одних и тех же игроков. У них гвоздика накидала по нашим, которые высовывались под нее. 872, вторая 559. То есть я самый результативный артовод в этом бою снова. Горящий песок. Горящий песок отстойная карта для арты, потому что многие, большинство, я бы сказал, воюют в порту и укрыты от снарядов артиллерии. За контейнерами, за домиками, за чем угодно. Поэтому тут дамаг накидывать очень сложно на этой карте. Я попробую сейчас как-нибудь исхитриться и встать так, чтобы у меня город был на прямой наводке. Кстати, вражеская артиллерия уже зачем-то дала о себе знать, где она респанулась. Не знаю, с кого она там выстрелила и зачем. Может, случайно. Вот. Сейчас поглядим, короче, как получится. Напоминаю, что я... Это среднестатистический обычный бой. Я комментирую именно во время записи, то есть во время боя. Поэтому никаких чудес тут, скорее всего, происходить не будет. Я не занимаюсь тем, что делают вододелы, когда они там из 200 боев умудряются совершить один какой-то там прям выдающийся бой. Его запись отдельно от геймплея откомментируют, выложат. Я такой фигней не страдаю. Вот. А потом эти вододелы устраивают стрим и выглядят настолько уныло и скучно, что... Грозятся обоссать монитор, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, как там некоторые. Ну, просто игроки Armored Warfare, возможно, никогда и не узнают о существовании такого потрясающего человека, как Джофф. Вот. Я никогда не забуду эту его фразу, наверное. Не забуду, не прощу. Так, вот. Первая жертва. Вообще, мне такое поведение на стриме напоминает анекдоты, в котором Тамада обозвал невесту шлюхой, чтобы хоть как-то развеселить свадьбу. Вот. Что-то есть общее. Так, смотрим. Этот танк от меня закрыт за... Хранить... Сука, за нефтехранилищем, наверное. Я думаю, что это нефть, потому что тут кругом нефтяные вышки. Нефтяные вышки прямо в порту. О, как удобно. И газопровод не нужен. Двести шестьдесят еще. Опа, два выстрела, триста дамага. А вы говорите, арта не нагибает. Так, еще один танчик. Вот поэтому можно кинуть сейчас тоже. Они не ожидают. Они не отъезжают, потому что они ожидают, что по ним арта здесь может попадать. Странно, ведь арта вроде как должна стоять сбоку. А меня сейчас БМП хаспалит. Наша могучая команда отдала, блин, отдала им высоту. Но это, по-моему, арта попала. Блять, и добили его передо мной прямо. Ну, ёптвою мать. Летит, летит, летит снаряд. Сука, как он странно стреляет без поправки. Прямой наводкой бьет. То есть, где меня спалил, туда и кинул. А он, как я понимаю, сейчас вот там, наугад. Кинул крюху. Попали! Это наш ответ Чимберлену летит, летит. Да! Там у них вообще какой-то неопытный стрелок. Где меня увидел, туда и кидает. А остановился, наверное, и стоит, да, сам? Есть попадание. Зря они затеяли со мной эту перестрелку. Ну, суки, я с них с живых теперь не слезу. Ну, давай, пиликни. Оп. И стоим, да, никуда не едем. Бам! Чё будет? Попали! Отлично! Зря они, сука, не надо было меня трогать. Бэм, летит сзади сейчас. Там, отлично. Очень метко, очень классно. Ах, да. Ну, больше-то мне делать-то и, собственно, и заняться-то здесь нечем. Как и им. Им тоже некуда, походу, стрелять. Поэтому они пытались меня отработать. А не вышло. Света мало в центре карты у нас. Вообще тут нету. Так, а почему я не могу им закинуть? А, понятно, почему. О, она всё ещё стоит после выстрела. Вообще ей пофигу, походу. Сольюсь, не сольюсь. Зайду одной рукой яички почешу, другой постреляю. Попадание. Ещё 310. Чё же она не сдохла-то? Так, снаряд не летит. Не по мне, видать. Всё, наконец-то до неё дошло, что надо бы отъехать. Ой, я надеюсь, что ты не встал за углом, чувак. Я надеюсь, что ты не встал. Не встал всё-таки, надо же. Догадался хоть подальше заехать. Ну, посмотрим, в кого он оттуда сможет стрелять теперь. Это я думаю, что второй его друг остался стоять на месте. Так, вот этот пацанчик что-то оборзевший какой-то. Но что это за попадание? Слушайте, прямой наводкой. Четыре колеса и телевизор ему выбил. А дамага-то всего-то какая-то... Фуфляндия. Где тут мои друзья? Так, хорошо, понятно. Наша команда, походу, задумала проиграть. А чё бы и нет, действительно. Попали. Ну что, да, слушайте, арта, ну, здесь, конечно, сплэш у неё вообще, не знаю. Почти прямой наводкой попадаю. И такие, какие-то нищие такой дамаг. Так, это меня печалит. Это причём не Т-32, а Т-64. У этого нету, ни экранов, ни хрена нету. Почему так мало по нему? Наверное, потому что ему и так от жизни досталось. У него ни дыма нет, ничего. Ну так ему, его птурами разбирают отлично. А арта-то почему мало так наносит? Попадание! Попадание. Ну это чё-то вообще какое-то нищее попадание. Надо было подождать, пока он выйдет. Он ехал ответную плюху дать. Потому что я кого-то спас, походу. Так. Я за баками ничего не вижу. Надо переезжать. Снова на открытую местность. Арту я вражескую угомонил. Я надеюсь. Так. Будем лав кромсать. Да, так себе пробитие. Но, собственно, свои 2000 урона я уже сделал. Опа. Обнаружили. Не знаю, кто обнаружил. А, вот она, мой снаряд. Да, арта у них вообще ни о чём. Надеюсь, эти чуваки посмотрят мой гайд и научатся играть. Так. Ну что, тут по мне не кинут. А я могу забрать вот этого чувака, если он сейчас не сольётся отсюда. А он не успеет, потому что я близко. Так. Ну что, это пахнет победой, потому что у них две бестолковые арты и... Ого. А вот теперь это уже меньше пахнет победой. У них истребитель танков там бьётся как лев просто в центре карты. Которую мы нифига не можем забрать почему-то. Что-то нам постоянно мешает это сделать. Плохим танцорам всё время что-то мешает, но... Я думаю, что он уже едет куда-то в мою сторону. Да. Я просто ванганул. Ну что, 2 209 урона. Если наши победят, опыта... Опыта получу своего. Ах, что тут наша вторая арта делает? Она... Она дымом, как я, не пользуется. Дым ей, она считает. Либо у неё нету, но я вижу, что она, в принципе, топовая, да? Судя по здоровью, у неё даже стоит защита. Ну, ладно, будем считать, что у неё нету дыма. Хорошо, не будем наговаривать на Юртона. Но почему он, сука, туда не навёлся сейчас? Откуда у него к нему враг поедет, а стал что-то тут выделывать? О, классный выстрел, чувак. Дамы и господа, сэры и сэрихи, спешу уведомить вас о том, что на этом обзорная часть ролика и гайда подошла к концу. Спасибо за внимание. Надеюсь, вы что-то выучили. Дальше, если вы смотрите с детьми, предупреждаю, лучше не смотреть. Дальше будет совершенно невероятный бой, совершенно невероятным финалом, поэтому будет много мата и всего того, что, собственно, к теме видео не относится. У нас-то кто-нибудь вражескую арту собирается забирать? О, стреляем на ходу. Отлично. Из советского танка на ходу стрелять дело благородное. О, как-то он не огрёб. А, тот не стал птурами стрелять. Пушечкой, пушечкой. Клинчуй, клинчуй. Клинчуй его. К найфи. В борт. Ай, гусеница. О, боже, как в упор. Ну, в упор советские танки стреляют. Просто волшебно это. Бля, как тот чувак сейчас не мочканул по своему сплэшам? Корпусом доворачивай, корпусом доворачивай. О, боже ты мой. Отлично. Как он вообще три фрага набил? Наверное, у кого-то скрысил. Ну, и вся надежда на Будду 1976. Будда, давай. Вон он, вон он, справа, справа. Справа, господи. Ну, как ты будешь стрелять через обломки? Бортом танковать, это правильно, это мудро. А, он птур наводит. О, боже. Аптур дамажит больше, бля. Я буду птурить. На, нахуй, еще от арты по башке. Ёптовая медь. Давай, отлично. Да, ой, блядь, молодец какой. Птур наводит. Конечно, блядь. Ура, нахуй, ты попал. Сейчас арта тебя добьет, смотри. Блядь, как ты не сдох, я не знаю. Но если ты и арту поедешь с птурами добивать, я просто охуею. У меня хуй на лбу вырастет просто, я не знаю. Я без мата не могу уже, я просто, блядь, в шоке. У них 64-ка вроде дисконнект, насколько я вижу. Хотя хер его знает. Эти значки вот эти слева какие-то появляются, я даже не знаю, что они значат. То появляются, то нет. Будда будет очковать. Я надеюсь, вам так же интересно, как и мне смотреть за развитием этого боя. Потому что я не собираюсь его вырезать. Когда-нибудь Будда посмотрит мое видео, когда я стану знаменит и скажет О, боже, этот чувак следил за мной. Как я мог его подвести? Боже, как я мог это сделать? Нахрена я стрелял птурами по машине, которую можно было добить одним снарядом? А тот, кстати, чувачок-то, Биошок, он, смотрите, он 9 фрагов сделал. Ха-ха, я впервые вижу, что в этой игре кто-то набил 9 фрагов. Ну, в принципе, чё? Ну, настрелял оленей. Что тут, что такого? Как бы, я офигею. Не, ну 9 это молодец. Даже если крысить надо постараться. Наверное, какую-нибудь особенную медаль получит. Биошок. Запомните его имя. Возможно, это новый иногибатор этой игры. Тем временем, Будда подбирается к позициям арты. Догадается ли он повертеть свои башни по сторонам? Или так и будет ехать и смотреть прямо? Первую арту он задетектил. Проезжает мимо. Правильно, уперся в стену. Что делать? Что делать? Смотрим. Стоим, тупим. Заднюю, заднюю врубаем. Подождем, пока арта сюда повернется, видимо. Нацеливаем птур. Да, птур нацеливаем. Арта сюда вроде как не смотрит. Птур пошел! Ура! Обалдеть! Он бойкотирует свою пушку, которая стреляет кумулятивами и долбосит птурами. Если танк сейчас не оффлайн и он, сука, будет стоять и на... Я не знаю. В принципе, я бы его артой ваншотнул. Видимо, арта его не увидела. Пока он наводит птур, я бы реально его слил. Чудеса проходимости от советской машины. О, бля, как она может. Магиот, смотри, КамАЗ проехал. Справа, справа слепошарый. Сука. Не высовывайся, блядь, не высовывайся. Она сюда уже свелась. Ты что, совсем дурак? Блядь. Пиздец. Птур пошел. Птур не пробил. Я даже бан получу, мне похуй. Пиздец. Он, наверное, снаряды выложил. Я не ебу, почему он не стреляет пушкой. Я просто охуеваю. Из World of Tanks, наверное, пришел. Только там такие, блядь, олени могли быть. Еще и типа это 1976. Да кому ты пиздишь, блядь, пятиклассник? Какой ты 1976 год? Блядь, напишите в комментах. Кто-нибудь верит, что человек 1976 года может, блядь, пытаться добить арту Птуром, сука, вместо того, чтобы в него пушкой выстрелить? Захват цели Птуром начинается. Блядь, это пиздец. Просто Дантес и Пушкин. Я ебу. Просто уже, блядь, я не могу. У меня кровь из глаз. Какого ху... Блядь, какое чудо, что я записываю эту хуйню. Если бы я об этом кому-то рассказывал, мне бы никто не поверил. Это пиздец, друзья мои. Это пиздец. Сейчас происходит историческое событие. Комьюнити Armored Warfare по тупизне, блядь, свергает просто с пьедестала почёта комьюнити World of Tanks. Просто лауреаты тупизны. Это теперь арматовцы. Блядь, это ёбнуться можно. Сука, вот ему везёт, как и блану. А, боже, блядь. А, интересно, что же будет дальше? Будет он его захватывать или... Будет он базу брать или что он будет делать? Или поедет его искать на свой страх и риск? Едем, тормозим, тупим, сканируем местность. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Снова сканируем местность. Особенность Птура в том, что он не может захватывать цель на ходу. Поэтому этот валенок сейчас три раза рисковал своей жопой, когда... Я не могу. Осталось 54 секунды боя. Судя по всему, Будда 1976 года не умеет читать чат. Ему похер, что я ему пишу. Он сейчас едет на захват базы. На захват базы за 30 секунд до конца боя. Мать моя женщина. Ёб твою мать. О, блядь. За что мне эта боль, бля, вообще? Я просто, я угораю. Это не... Это... Я... Ааа, твою мать. Да посмотри ты, блядь, на их таблицу. Ну, сука, у него уже значок разъединён. Ну, ёп твою мать. Ну, у него ноль фрагов. Ты... Его за весь бой никто не... Встал на захват за... Блядь. Это ломный олень. Будда 976. Браво. Если вы лидер какого-то клана, советую вам пригласить Будду 76. Дуракам везёт. Он будет вашим талисманом. Я просто такого даже в цирке не видел. Что там настрелял за бой наш Будда 76? Где он? 500 дамага. Птурами. Так, выстраиваем по дамагу. Я в команде первый, но по опыту не первый, потому что я стрелял по чужим засветам. Бедный несчастный Биошок. 9 фрагов, 5000 дамага на истребителей танков Лав-300. Команда не сумела добыть победу из-за АФКшника. Отправьте жалобу на этого человека. О боже, вот это запись, да. Ладно, короче, на этом конец. Я надеюсь, это видео принесло вам пользу. В общем, учитесь играть на арте. Не стреляйте, блядь, птурами по... По вражеской артиллерии, блин. Всё. На этом конец. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Адьёс. 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 Продолжение следует...